Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы вновь говорим о Моисее, и эта лекция записана для библейского портала Экзегет. Мы читаем 14 главу книги «Исход». Предыдущие события, десять казней египетских, завершились тем, что наконец-то Моисей и Аарон поднимают весь народ израильский и уводят его из рабства. И, по сути дела, совершают бегство. И бегут они в пустыню, они бегут на север, туда, куда указывает Господь, бежать через пустыню в далекую-далекую обитаемую, то есть обетованную землю, которую обещает Господь отдать целиком евреям, которые туда достигнут. И вот это бегство, ведь это несколько сотен тысяч людей со своим имуществом, с детьми, с стариками. То есть это длинный-длинный караван. Он уходит из Египта, и впереди у них далекая дорога по пустыне на север. Двигаться, конечно, они могут медленно, потому что с ними и скот, и старики, и дети. Это многодневный и даже, может быть, многомесячный путь. Но вот в самом начале пути, уйдя после всех этих страшных бедствий, которые пережили евреи в своем рабстве, они вдруг подходят к берегу Красного моря, Черного моря, и оказываются перед невозможностью просто так перейти море, а с другой стороны за ними оказывается погоня. Когда они увидели, что за ними гонится огромная армия фараона во главе с ним самим и с воинами на колесницах, лучники, кони. То есть это профессиональная армия за ними гонится. Они оказываются зажатыми между врагом, от которого они уже не ждут пощады, потому что они нарушили закон, они беглецы, и теперь уже никто их не оправдает, и они не могут быть оправдываны, не знают, что их ждет мучение, казнь, смерть и море, которые они не могут перейти. И тогда они поворачиваются к Моисею и говорят, что же ты с нами сделал? Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Вспомните, мы уже это читали в 4 главе, обвинение Моисея в том, что он нарушил рабский, ничтожный, жалкий, но все-таки такой привычный образ жизни евреев в Египте. Они же были в относительном достатке, они были сыты, они были хоть как-то защищены. Было равновесие между тем, что требовал от них фараон и армия фараона, и тем, что евреи могли и хотели себе позволить. И теперь они стоят в пустыне, беззащитные перед огромной, сильной, вражеской и жестокой армией. И между морем, в котором они могут утонуть все. Море их просто поглотит, и от них не останется ничего, как песок может их поглотить, если они пробудут тут сколько-то больше. И они винят во всем Моисея. Их ведет Господь. И они слышали о том, что ведет их в землю обетованную. Но они не видят ничего, никакого спасения не видят. И они обвиняют того, через кого Господь их ведет в землю обетованную. Они находят виноватым. И это уже не первое столкновение Моисея с народом. Да, говорят обычно, у нас так привыкли говорить экзегеты, что еврейский народ был особенно упрям, что еврейский народ был особенно неверующим, что он был особенно своенравным и не принимал пророков. Но я думаю, что в этой ситуации, про которую мы читаем в 14 главе книги Исход, любой бы человек повел себя подобным образом, на обвинения достаются тому, кто ведет. Между прочим, так всегда достается лидеру. Лидер, который стремится вывести людей из того тяжелого положения, в котором они оказались, не по его вине. Но он трогает их, и они рискуют. И вот за этот риск они обвиняют этого самого лидера. Так бывает и на войне. Так бывает в далеких экспедициях. Так бывает и у нас просто на работе. Человек, который задумывает какие-то изменения, какие-то реформы, бывает потом обвинен, что ничего не получилось. И вот вновь и вновь Моисею достаются обвинения. Разве нет гробов в Египте? Мы теперь будем погибать в пустыне. Это ты придумал. И мы переносимся в 16 главу, когда уже, по сути дела, Господь явил великое чудо, которое мы сегодня вспоминаем. И праздник Пасхи, наш сегодняшний христианский праздник Пасхи, посвящен именно тому, что еврейский народ был спасен от преследований, а египтяне были все, все утонули. Красное море их всех потопило. И вот это великое чудо, которое спасло еврейский народ, оно становится всемирно известным. Вот что произошло с этим огромным караваном народа израильского. И произошло руками Моисея, потому что он жезлом своим повелел морю раступиться, чтобы прошел израильский народ. И он жезлом своим повелел морю вновь сомкнуться, чтобы утопить всех преследовавших их. И когда они спасенные великим чудом, они все это видели, весь народ видел, что произошло. Попробуйте представить себя их на этом месте. Уверовали они Господу? Уверовали. Не могло быть иначе. Они были свидетелями великого чуда. Они видели это море. Они шли в этом проходе, вода стояла справа и слева от них. Вы когда-нибудь подобное видели? Никогда. И не увидите никогда. А они видели. Господь дышал на них своим жаром, своей любовью и своим ужасом. Они в ужасе проходили через этот проход по дну Красного моря. И они видели чудо, которое совершил Господь ради них, ради каждого из них, чтобы никто не остался там, не увяз в песке, в дне покрытым илом, чтобы они все вышли на сухой берег, чтобы все спаслись. И вот они голодают в земле уже за... Уже не египетская, это уже между Синаем, пустыней Син. Там нечего есть и нечего пить. И они опять начинают обвинять Моисея и Аарона. И говорят им, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, это вы вывели нас в пустыню, чтобы все собрание наше уморить голодом? Таков народ. И сказал Господь Моисею, вот, я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Вот это опять коалиция Моисей и народ, Господь и народ. Великие чудеса, которые явились, и народ опять, который не верит Господу, не верит Моисею. И опять они говорят о котлах. Они опять жалеют, что их спас Господь и вывел из Египта. Но там же у нас была привычная жизнь. Мы сидели у котлов с мясом и ели хлеб досыта. И Господь их спасает вновь. Со смирением он говорит Моисею, я дам хлеб с неба, а дождю. То есть хлеб будет падать, как дождь. И произошло так, что ночью с росою на земле выпала мелкая хлебная крупа, манна. И ели ее каждый день, кроме субботы, сорок лет. Это была основная пища Израиля. Понимаете, что это значит? Это такая любовь к народу, который, строптив и противится. И Моисей защищает этот народ. Моисей спрашивает, доколе вы будете исполнять то, что я вам говорю от Господа. И Господь говорит Моисею, почему они не слушают меня? И народ все равно противится. Это конфликт очень тяжелый. И это уже другой Моисей, который прошел через воды Красного моря, который прошел через казни египетские. Он говорит им, как вождь, почему вы не верите? Почему вы не слушаете? Но народ, наевшись этого хлеба, понимает, что он спасен. Теперь беспокоиться нечего. И можно слушать Моисея. Но Моисей вводит новую норму. По воле Божией он им говорит, никогда не берите себе хлеба больше, чем вам съесть. Столько, сколько нужно каждому, пусть берет, но никогда не берет больше. Не пытайтесь запасать. Но все равно кто-то рано по утру собрал для того, чтобы осталось про запас. Вот это очень характерно для людей. Мы очень боимся голода. Мы очень боимся голода завтрашнего. Ну хорошо, сегодня я сыт. А что будет завтра, я не знаю. Риск остаться без еды многих нас мучает. И поэтому мы запасаемся едой. Мы запасаемся с излишком. И мы берем еды, столько, сколько съесть не можем, потом выбрасываем. Там заводятся черви, и еда начинает гнить или покрывается плесенью. Вот тоже произошло с народом египетским. Из века в век повторяется одна и та же картина. Господь говорит, я вам даю пищу каждый день. Не берите лишнего. По сути дела, Господь говорит, не бойтесь. Не бойтесь. Но людям, увы, свойственно бояться. И этот страх становится причиной бесконечных запасов провизии. У нас холодильники становятся все больше и больше. Нам одного холодильника недостаточно, мы покупаем второй, а ко второму холодильнику покупаем еще морозильный шкаф. У нас не просто есть шкафчик на кухне, а у нас становится по 10, по 20 кухонных шкафов, а еще колодовки, а еще погреб у кого-то. Мы запасаемся продуктами, потому что мы очень боимся голода, мы очень боимся остаться без еды, без средств к существованию. Но Господь говорит, я дам вам есть, если вы верите мне. И сказал Моисей, ешьте хлеб сегодня, но будет суббота, когда вы не найдете в поле. Шесть дней собирайте хлеб, а в седьмой день суббота. Суббота священная заповедь, которую Господь установил от начала мира. Суббота день священный. Для нас, христиан, это воскресный день, но заповедь остается той же. Это день, один из семи дней, который посвящен Богу. Не труду, ни заботе, ни страху. Он посвящен Богу, любви и семье. И вот даже собирать хлеб запрещает Моисей. И он видит, что народ не хочет выполнять его заповеди. И Господь гневается, долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей сих моих и законов моих. Смотрите, Господь дал вам субботу, поэтому шесть дней вы будете собирать хлеб, а в седьмой нет. Мы переносимся в семнадцатую главу книги Исход. Моисей опять жалуется Богу, потому что народу израильскому не хватает питьевой воды. Все то, что они могли запасти, кончается. И вновь они требуют и ропщут на Моисея, и говорят, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду нас и детей наших и стада наши. Это становится вообще как какой-то лейтмотив отношений народа с Моисеем. Зачем ты вывел нас из Египта? Зачем ты вывел нас из Египта? Зачем ты вывел? По каждому поводу они вспоминают ему. И тогда Господь говорит Моисею, пройди перед народом, и возьми с собой некоторых из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде, и возьми в руку твою и пойди. И вот я стану пред тобою на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. Господь вновь терпеливо и любовно требует, чтобы Господь поверил ему. И для этого демонстративно через Моисея дает им такую воду из скалы, которую в еврейском языке называют вода сладкая. Ну, это мы понимаем как вода пресная, потому что в еврейском языке есть две воды. Вода горькая, то есть соленая вода, и вода сладкая, то есть вода питьевая, пресная. И вот из скалы идет пресная вода, причем столько, что ее хватает всем, ее хватает на каждый день, и по сути дела вопрос с водой решен. А в пустыне это великое богатство, вода. Это решение многих жизненных вопросов. Теперь народ израильский может жить, и они живут, потому что у них есть вода, у них есть манна, у них есть даже мясо, потому что кроме всего прочего Господь им предоставил еще и перепелов, которые прямо падали возле их стана. Все у них было, только это была пустыня, в которой жить можно было только временно. Но это время установил Господь, и это время 40 лет. Продолжение следует...